Я сегодня попытаюсь рассказать вам о таком явлении, о таком методе борьбы, как всеобщая забастовка. Далеко не все считают, что этот метод действуем, что его вообще-то как-то можно использовать, и что он может привести к какому-то желательному результату. Как раз сейчас, как мне представляется, этот метод борьбы не просто востребован, но в некоторых ситуациях, в том числе в той ситуации, которая у нас с вами существует, в том числе сейчас, это, возможно, единственный способ добиться желаемого требования. Я имею в виду конкретно сейчас проблему пенсионной реформы и проблему борьбы с этой антисоциальной пенсионной реформой. Но о том, почему и как, как мне представляется, всеобщая забастовка могла бы послужить достижению этой цели, то есть в цели провала, в цели срыва этой антисоциальной реформы. Давайте мы начнем с этого самого плакатика, который служит некой заставкой к моему сегодняшнему рассказу. Это плакат, который был выпущен индустриальными рабочими миром, то есть синдикалистским революционным профсоюзом Соединенных Штатов Америки. Вот нарисован художником Кортесом, который, в общем, был одним из тех, кто рисовал самых известных таких плакатистов и художников, которые работали на индустриальных рабочих мира. И вот, собственно, достаточно самого простого понимания английского языка для того, чтобы понять, что здесь написано. Значит, вот, вы видите, рабочих разных национальностей, разных стран. У них у всех на груди значок индустриальных рабочих мира. Ну и текст, да, все будет наше или все наше с помощью всеобщей забастовки. Значит, собственно, что такое, значит, теперь что же такое, собственно, всеобщая забастовка? Начнем с определения, как всегда, как обычно. Ну, что такое забастовка, в принципе, вы понимаете, забастовка – это прекращение работы, да, в принципе. Вот, всеобщая забастовка по логике, да, по самой логике вещей – это всеобщее прекращение работы. Прекращение работы, ну, вроде бы как, всеми работниками, всеми наемными работниками. Вот в каком географическом пространстве, об этом немножко чуть-чуть позже. Значит, в принципе, скажу, что, что поскольку забастовка, в принципе, да, это самое мощное оружие, как считается, наемных работников, как таковых, потому что, когда они продают свой труд там, где они работают, и, соответственно, значит, туда, собственно, действовать они, прежде всего, могут именно по месту работы. И как следствие, естественно, так сказать, забастовка, то есть прекращение работы, прекращение производства прибавочной стоимости, прекращение производства прибыли для того, кто этих работников налил, есть, естественно, как вы понимаете, уже по самому определению, достаточно сильное действенное средство борьбы для наемных работников. Но, соответственно, если мы говорим о всеобщей забастовке, то это как бы тоже забастовка, но уровнем еще выше, еще более масштабная, еще более мощная, еще более всеохватывающая. И, соответственно, ее значимость определяется тем, что она, прежде всего, наносит наиболее крупный, наиболее масштабный, наиболее ощутимый урон классовому противнику, то есть, в данном случае, предпринимателям, хозяевам, начальству. Но, кроме того, всеобщая забастовка, уже в отличие от обычной забастовки, направлена как бы не только, как вы понимаете, против непосредственного предпринимателя, она направлена как бы против всех предпринимателей. И одновременно, естественно, она так или иначе, прямо или косвенно, направляется против государства, которые являются защитником интересов этих нанимателей, на этих работодателей. как это принято выражаться в профсоюзной среде работодателей. И подобно тому, как она наносит материальный ущерб предпринимателям, подобно тому она, распространяясь на жизненно важные сферы, парализует действия государства, государственного аппарата, государственного механизма. Ну и, что тоже очень важно для успеха всеобщей забастовки, она парализует, естественно, и в значительной степени деятельность репрессивного аппарата государства. Ну, не напрямую, понятное дело, да, потому что понятное дело, что в ходе забастовки, забастовщики совершенно не обязательно разоружают представителей репрессивных органов, но в любом случае, поскольку прерывается движение транспорта, прерывается возможность переброски, скажем, репрессивных сил, да, прерывается возможность их транспортировки и так далее, и так далее, то в связи с этим прекращается возможность их снабжения, скажем, электричеством, прочими необходимыми вещами, то, естественно, их деятельность, если они парализуются полностью, то очень сильной степени затруднена. Ну, это, так сказать, что касается определения. Какие бывают, в принципе, всеобщие забастовки? Ну, значит, ну, как, можно их, так сказать, классифицировать по масштабу, да, по сфере охвата, да. Бывают, например, всеобщие забастовки одной профессии, да, ну, например, допустим, всеобщая забастовка железнодорожников, да, всеобщая забастовка строителей, да, всеобщая забастовка, ну, вот, кстати говоря, да, вот была попытка в истории России, вот уже буквально год назад, да, всеобщая забастовка, скажем, дальнобойщиков, да, то есть одной какой-то профессии, но именно распространение на всех представителей, большинство представителей данной профессии. Это может быть всеобщая забастовка по географическому охвату, то есть, скажем, всеобщая забастовка в каком-то городе, в каком-то отдельном регионе, скажем, в какой-то области, да, И это может быть, наконец, забастовка всеобщая в полном смысле слова, то есть всеобщая забастовка в масштабе целей страны. Ну, конечно, можно, так сказать, уже гипотетически говорить о том, что теоретически возможна всеобщая забастовка в масштабе мира или континента, но, как вы понимаете, пока таких случаев, в общем-то, до сих пор не было. Да, ну, кстати, всеобщая забастовка, например, в масштабе одной фирмы, тоже, кстати, одна из новых фирм борьбы в условиях, когда стали возникать транснациональные корпорации. То, например, допустим, есть такой способ борьбы, он отчасти даже был опробован в некоторых случаях, это всеобщая забастовка работников одной и той же компании, но в разных странах. То есть это, соответственно, тоже еще дополнительный удар по данной компании, потому что это лишает ее возможности компенсировать те потери, которые связаны с забастовкой, скажем, на ее предприятиях в одной стране, через перенесение производства в данном случае в другую страну. Если это охватывает всех работников этой фирмы в разных странах, то фирме, так сказать, некуда в этом плане деваться. Теперь можно классифицировать всеобщие забастовки иначе, можно их, допустим, классифицировать по выдвигаемым требованиям, потому что, как и обычная забастовка, всеобщая забастовка тоже может быть разной по требованию. Она может быть, например, экономической, то есть, допустим, всеобщая забастовка за повышение заработной платы. Например, всеобщая забастовка была, допустим, за 8-часовой рабочий день в истории, в начале 20-го, в конце 19-го, в начале 20-го. Допустим, в Италии в 1969 году была всеобщая забастовка за обведение такой вещи, как подвижная шкала заработной платы, то есть принцип, по которому заработная плата автоматически увеличивается на всех производствах и во всех службах в соответствии с ростом инфляции. То есть инфляция растет, скажем, на 5%, значит, соответственно, заработная плата должна всюду подниматься на эти самые 5%. Всеобщая забастовка может быть политической. То есть, например, допустим, из истории были известны, я еще об этом сегодня буду говорить, например, всеобщая забастовка за обведение всеобщего избирательного права. Это было особенно в конце 19-го, в начале 20-го века в разных странах. Были забастовки, скажем, за какие-то политические реформы. Например, допустим, были всеобщие забастовки за отмену того или иного закона. Скажем, в Аргентине в свое время, в начале 20-го века, когда в стране, где очень была большая эмиграция, и, соответственно, активисты рабочего движения тоже были в значительной степени эмигрантами из европейских стран, из Италии и так далее, в Аргентине правительство, столкнувшись с ростом забастовочного движения, приняло закон о депортации нежелательных, политически неблагонадежных эмигрант. Вот знак протеста против этого закона, да, лейбе де портасионус, знак протеста против этого закона состоялось в Валентине в нескольких всеобщих забастовок. Ну и, наконец, возможно, такая вещь, как социальная всеобщая стачка. Это та форма борьбы, которую, собственно говоря, отстаивают анархосиндикалисты, об этом я тоже скажу немножко позже. Это, скажем, форма борьбы, которая фактически, как считают анархосиндикалисты, является, ну, по сути дела, формой социальной революции. Теперь давайте немножко перейдем к истории всеобщих забастовок, то есть вообще, что это такое, как возникло, то есть не что это такое, как возникла эта идея, да, как эта идея развивалась по мере развития социальных протестов и движений. Значит, ну, можете, конечно, посмеяться, но, к сожалению, речь пойдет вот об этом человеке. Портретов его, фотографий его, естественно, не сохранилось, потому что это 1831 год, тогда фотографий еще не было. Что касается портретов, то портретов его тоже, насколько я понимаю, нет, потому что этот человек не был ни государственным деятелем, ни вигным политиком, ни крупным аристократом, ни богачом, который мог заказать портрет. Поэтому все, что сохранилось, это вот эта вот карикатура в английском журнале Punch. Вот в центре, так сказать, товарищ, которого звали Уильям Бенбом. Вот он, собственно, и есть автор идеи всеобщих забастовок. На дворе стоял 1831 год. Кто такой Уильям Бенбом? Что о нем известно? Что родился он в Лондоне около 1760 года. Это был человек совершенно невозможного характера. Одни его называли скандалистом, те, кому он нравился. Те, кому он нравился, его называли бунтарем. Но так или иначе, в общем, скажем так, равнодушных не было. Сменил множество профессий, кем он только не был. Он был и сапожником, и издателем, и книготорговцем, и владельцем кафе, и агитатором, и деятелем рабочего движения, и кем вы хотите, только он и был. Но, пожалуй, наиболее известен он сначала стал как типограф и издатель. Это было в самом начале XIX века, 1817-1825 год. Он открыл небольшое книжное издательство, которое получило название «Голова Байрона» – «Байронс Хэт». Занимался он этим делом, выпускал сочинения Байрона, выпускал сочинения поэтов. А в 1831 году он выпустил небольшую брошюрку, которая получила название «Grand National Holiday and Congress of the Productive Classes», то есть «Большой национальный праздник» или «Конгресс производящих классов». Вот эта брошюра. Собственно, эта брошюра приобрела невероятную популярность в самом начале 1830-х годов, плавно перекочевала в чертистское движение. Чертисты как раз были тем, кто носили его на руках. И, собственно, где-то между 1831 и 1839, или даже 1842 годом, в рабочем движении, ну, среди грамотных активистов, наверное, не было никого, кто эту брошюру так или иначе в нем прочел. Собственно, именно в этой брошюре впервые и была сформулирована идея всеобщей забастовки. Или, как ее называл Бенбоу, «Великий национальный праздник». В брошюре этой Бенбоу предпослал следующий эпиграф. «Жертвы, обирательства и товарищи по несчастью, я предлагаю вам план свободы. Примите его, и вы избавите мир от всякого неравенства, нищеты и преступления. Мученик за ваше дело, я становлюсь теперь пророком вашего освобождения от цепей. Здесь вам указывается и посвящается вам план счастья. Вместе с ним я предлагаю вам свою жизнь, свое тело, свою душу и свою кровь». Идеи, которые высказал Бенбоу, были подхвачены первым общенациональным профсоюзным объединением Британии, национальным союзом рабочих классов, недолго просуществовавшим первым объединением, которое было тогда, когда еще не было никакого Британского конгресса трагедионов. Значит, в чем же, так сказать, суть мысли Бенбоу, что он, вообще говоря, пропагандировал и о чем шла речь в этой брошюре? Ну, он начал брошюру с того, что источник богатства – это труд, что труд приносит пользу всем, но плоды его идут на пользу, так сказать, узурпируют плоды труда, лишь незначительно привилегированное меньшинство. И это есть самая настоящая узурпация. Рабочие, я говорил вам, должны осознать свою собственную силу, должны понять, что эта ситуация неправильная, что эта ситуация нетерпимая, и должны предпринять некоторые меры для того, чтобы освободить себя сами, потому что бесполезно ждать, что их освободит кто-то другой. Как может, так сказать, рабочий народ добиться вот такого вот освобождения? С помощью всеобщей забастовки, с помощью солидарных действий. То есть, говорил Бен Боу, надо провозгласить, рабочие должны отказаться от работы, провозгласить месяц отдыха, и тогда те, кто стоит у власти, сдадутся сами. Они вынуждены будут сдаться, потому что они ничего не смогут делать. Они прекратят получать прибыли, вся жизнь страны замлет, и вынуждены будут власть идущие капитулировать. Рабочие, говорил он, должны прибегнуть к месяцу отдохновения, который станет для рабочих, не просто месяцем, да, ничего не делали, чтобы просто все сидели дома и пели баклуши, но это должен быть месяц активной социальной деятельности, месяц конгресса, месяц дискуссий, когда рабочие будут собираться на собрания, обсуждать, что им делать дальше, обсуждать, как им строить новую жизнь. И все это должно закончиться созовом Национального рабочего конвента, который, собственно говоря, и перехватит управление страной у нынешних правящих Ею-Терак. Но, конечно, говорил Дэнбоу, это не есть и не может быть чисто стихийное действие, которое вот завтра, так сказать, начнется по щелчку. Для этого необходимы определенные приготовления, говорил Дэнбоу. По сути дела, он предложил идею создания того, что мы сегодня называем стаичными комитетами. То есть каждая местность, говорил он, выберет комитет для руководства агитацией и для просвещения масс относительно того, что такое Grand National Holiday, что такое этот месяц отдыха, и что такое Национальный конгресс, который должен будет принять соответствующее решение. Далее, говорил он, очень важно, чтобы в период вот этой вот, так сказать, замостовки, да, выражаясь нашим современным языком, работники не испытывали нехватку продуктов питания, не испытывали нехватку основных вещей, необходимых для жизни. Поэтому, говорил, желательно, чтобы каждая семья запаслась заранее продуктами питания вперед, да, на определенный срок. Но он, правда, считал, что даже не надо запасаться на месяц, достаточно запастись на неделю. Дальше, так сказать, уже все просто автоматически перейдет под контроль работников, и проблема уже будет лишена иным способом. Если рабочий класс всей страны, говорил он, будет в течение одной только недели, едим и проникнуть сознанием в свои цели, то успех уже будет обеспечен. То есть эти самые стачечные комитеты должны будут и руководить действием, и заодно, по сути дела, ну, опять-таки, выражаясь современным языком, возглавить, по сути дела, занятия предприятий, занятия служб, так сказать, и принудить власть имущих, так сказать, поделиться своим собственностью, поделиться своим имуществом с неимущими. А далее, так сказать, будет создан национальный конгресс, который преобразует общество, причем ни сверху, ни со снизу вверх, путем, как он говорил, лучшего распределения богатств, равномерного обращения хозяйственных благ, дабы привести весь социальный организм в гармоничную деятельность. Ну, если мы, так сказать, переведем то, о чем говорил Бен Боу на современный язык, то получится, что он высказал следующие мысли. Во-первых, всеобщая забастовка – это наилучший способ привести рабочих к сознанию своей мощи. Во-вторых, что необходима агитация, и задача агитаторов использовать подходящий момент, чтобы подвинуть, подвинуть, подвигнуть рабочих к массовому выступлению. В-третьих, что рабочие с помощью массового действия, прямого действия, превратят свою мощь в акт, который приведет народ к победе и счастью, поскольку будет таким образом, так сказать, совершен экономический переворот и восстановлено, как он говорил, экономическое равенство. Таковы были впервые высказаны, впервые сформулированы идеи всеобщей забастовки. Напоминаю, это 1831 год. И практически эти идеи были подхвачены сразу же британским рабочим режимом. Пусть ненадолго, но подхвачены. Почему? Ну, два слова, так сказать, о ситуации. В 1832 году, после долгого времени, после долгой борьбы, британский парламент, наконец, принял парламентскую реформу. В Великобритании в это время, достаточно протяжении уже нескольких десятилетий, шла борьба за всеобщее избирательное право, которого тогда в Англии не существовало. Избирательным правом пользовались только самые богатые и самые знатные жители. Аристократия или, так сказать, верхушка гуржуазия. Соответственно, значит, шла борьба за всеобщее избирательное право, которое возглавляли либералы, и рабочие в этой борьбе принимали участие. Вот в 1832 году под давлением либералов парламент, наконец, принимает биль о реформе избирательной системы, но жесткий, жестокий облом для рабочих. Это не всеобщее избирательное право. Оно распространяется только на представителей, дополнительно на представителей среднего, так называемого, среднего класса. Но рабочие и бедняки по-прежнему избирательных прав лишены. И вот в рабочем движении, в рабочем классе появляется ощущение, что их предали, что политики, политическая партия, либералы, которых они воспринимают как выразительность своих политических интересов, их предали. И в рабочем движении на какое-то время пропадает желание добиваться вообще парламентской реформы. И возникает совершенно другое желание, возникает совершенно другая ориентация, которую мы, выражаясь современным языком, можем назвать синдикалисткой. То есть идея не обращать внимания на парламент, пусть он решает все, что хочет, но вместо парламента нужен вот тот самый национальный конвент производящих классов. То есть всеобщая забастовка, Grand National Holiday, как способ противопоставить парламенту прямое действие, как способ добиться созова, организовать, не добиться, организовать созов национального конвента, который, по сути дела, заменит собой парламент, потому что в нем будут представлены не жители, а в нем будут представлены работники по своим профессиям и по месту жительства. То есть практически что-то похожее на, если хотите, палату профсоюза, выражаясь современным языком. И вот этот вот национальный рабочий союз, только-только возникший союз всех британских профсоюзов на тот момент, в 1833-1834 году принимает решение принять идеи Бэдболу, соединив их с кооперативными идеями Оуэна и организовать 1 марта 1834 года Grand National Holiday. Вот тогда это не получилось. Но идея не умерла. И хотя рабочее движение после вот этого вот провала в 1834-1835 году опять возвращается к идее всеобщего избирательного права, но на сей раз это уже борьба, которая ведется чертистами, то есть рабочим движением, прибегающим к методам забастовок кампаний протеста. То есть сбор подписей идет, но этот сбор подписи подкрепляется прямым действием, подкрепляется забастовками, подкрепляется акциями протеста. И вот в 1839 году 12 августа предпринимается попытка организации первой всеобщей забастовки. Она не получается, потому что британские власти арестовывают агитаторов и арестовывают тех, кто эту забастовку должен был организовывать. Она срывается. Но в 1842 году наконец удается провести эту забастовку. В ней, правда, принимает участие всего 500 тысяч человек, заканчивается она поражением, но это первый известный нам из истории опыт всеобщей забастовки. Хотя британское, в общем-то, рабочее движение после этого, после поражения чертистского движения в 1840-х годах эту, так сказать, идею опускает, от этой идеи отказывается и переходит к легальным, вполне, так сказать, мирным методам борьбы, но идея уже приобретает собственную жизнь. Она пересекает границы Великобритании и она начинает распространяться в мире. И вот первый интернационал или Международная ассоциация трудящихся собирает на своем конгрессе в 1868 году в Брюсселе, тут как раз плакат Брюссельского конгресса первый интернационал, принимает резолюцию о том, что метод всеобщей забастовки может быть использован для того, чтобы предотвратить войны, то есть с антимилитаристской целью. Конгресс принимает следующую резолюцию. Конгресс рекомендует прежде всего трудящимся прекратить любую работу в случае, если в их соответствующих странах разразится война. То есть впервые возникает мысль о том, что всеобщая забастовка может быть методом борьбы для достижения каких-либо конкретных требований. Не общего социального переворота, как предполагал Брюссель, но уже для достижения конкретных определенных требований, будь то политического или как чуть позже выяснится тоже социально-экономического характера. И вот уже в 1886 году в Соединенных Штатах Америки начинается агитация за проведение всеобщей забастовки с целью добиться восьмичасового рабочего дня. Эту историю вы, может быть, так или иначе слышали, потому что она непосредственно связана с днем 1 мая. Потому что, собственно говоря, на 1 мая 1886 года и планировалась эта всеобщая забастовка. Получилась она, как вы, вероятно, знаете, не всюду. По крайней мере, в Чикаго она получилась. Но она не была поддержана шире. Кроме того, значит, знаменитый разгон с провокацией демонстрации рабочих 3 мая 1886 года, который заканчивается разгромом, который заканчивается арестом ведущих анархистов, которые тогда возглавляли рабочее обложение в Чикаго, их арестом, их осуждением, их казнью, знаменитые чикагские мученики, собственно, в память которых рабочее обложение с тех пор и отмечает день 1 мая. И вот уже в самом конце 19 века начинаются дискуссии между анархистами и марксистами о том, возможно ли вообще всеобщая забастовка, что это такое, как метод борьбы и насколько она вообще возможна. И вот здесь мнения схлёстываются самым жёстким образом. Анархисты, правда, в ту пору не являлись такими уж полными сторонниками всеобщей забастовки. Вот это скорее такая считалась такая профсоюзная, синдикалистская идея. Анархисты в ту пору были, считали, что революция, вот она уже созрела, на повестке дня, поэтому ни к чему вообще какие-то, так сказать, особые специальные забастовки, достаточно, так сказать, дать подать сигнал, начнётся всеобщее восстание, и на волне этого восстания, так сказать, старые системы будут сметены, и, так сказать, воцарится новое свободное общество. Но, тем не менее, анархисты были и не против идеи всеобщей забастовки, и, в частности, вот анархистский первый интернационал, который возник из Роскова, первый интернационал исторического, он эту идею так или иначе, в общем, признавал. Марксисты, напротив, социал-демократы встретили идею всеобщей забастовки резко негативно. Особенно негодовала социал-демократическая партия Германии. Ей принадлежит, ее лидерам принадлежит знаменитая фраза «Всеобщая забастовка – это всеобщая бессмыслица». Аргумент социал-демократа был достаточно простой. Всеобщая забастовка невозможна, потому что никогда рабочий класс не будет настолько организован, чтобы обеспечить действительно полное стопроцентное прекращение работы всеми работниками. То есть с одной стороны за этим стояло чисто какие-то количественные соображения, с другой стороны за этим в общем-то стояло определенное неверие вообще действия масс, потому что вывод социал-демократы делали очень простой. Раз всеобщая забастовка невозможна, раз действия снизу стихийные или не стихийные вообще не могут привести к каким-либо серьезным результатам, значит ориентироваться надо на парламентскую деятельность, надо ориентироваться на завоевание политической власти через получение большинства в парламенте, а если это сделать, то никакая всеобщая забастовка в общем-то уже все равно будет не нужна. Так говорили социал-демократы. Чуточку позже эта позиция была несколько скорректирована под давлением жизненных реальных обстоятельств, но это было чуточку позже. В самом конце 19 века пока еще была вот такая вот жесткая позиция. Правда, некоторые в марксистском лагере уже начали высказывать определенные сомнения. И вот здесь интересна позиция человека, которого тоже считают вообще-то говоря синдикалистом, некоторые даже называют его анархо-синдикалистом, хотя на самом деле он сам себя называл неомарксистом. Я имею в виду знаменитого деятеля Сареля, который выдвинул достаточно интересную формулу. Он сказал так, что всеобщая забастовка говорила на это миф, но это мобилизующий миф. Практически Сарель сказал следующую вещь, а кто вам обязательно сказал, что всеобщая забастовка должна быть стопроцентно всеобщей? И действительно, если мы посмотрим на те всеобщие забастовки, которые реально были в истории, они никогда не были стопроцентными. Это не значит, что они не были действительно удачными, или что их нельзя было назвать всеобщей забастовкой, потому что, по сути дела, они наносили удар в самых ключевых моментах, то есть работу прекращали, наиболее важные производства, наиболее важные, скажем, сферы транспорта, услуг и так далее, и так далее. То есть фактически вот этот эффект пролича экономики достигался, несмотря на то, что арифметических ста процентов не было. То есть по сути это все равно была некая всеобщая забастовка. Ну или если употреблять, скажем, французскую терминологию, там различаются грейф-женераль, то есть всеобщая забастовка, и грейф-женерализе, то есть всеобщая забастовка как генерализированная, всеобщая забастовка становящаяся всеобщей, про всеобщая забастовка. То есть стопроцентная грейф-женераль очень сложно, но грейф-женерализе совершенно нормально, совершенно осуществимо. А вот кто действительно реально подхватил вот эту вот идею всеобщей забастовки, уже превратив ее из просто, так сказать, метода достижения каких-то конкретных вещей, будь то предотвращение войны или будь то, скажем, достижение восьмичасового рабочего дня, это были синдикалисты, еще не анархосиндикалисты, революционные синдикалисты, но анархисты, которые там работали в революционно-синдикалистских профсоюзах, тоже, соответственно, достаточно активно эту идею проповедовали. И вот можно дальше, да? Вот человек, который один из тех, кто как раз вот эту вот идею внедрял в французском рабочем синдикалистском движении. Это Фернан Пелутье, человек, который считается основоположником революционного синдикализма в принципе, хотя, как вы понимаете, это не совсем правильно, потому что некоторым образом вот этот британский национальный союз производящий класс в 1830 году тоже был таким профсиндикалистским. Но это анархист, который работал в рабочем движении, работал в профсоюзах, в биржах труда, затем в всеобщей конфедерации труда Франции. И он достаточно много занимался как раз проблематикой всеобщей забастовки именно как социальной революции. То есть он выдвинул формулу, которая получила название всеобщей социальной экспроприационной стачки. Реально это означало примерно следующее. Всеобщая забастовка это способ совершения социальной революции. Получек говорил, эпоха революции 18-го и начала 19-го века с баррикадами, с прямым противостоянием с репрессивным силам государства, все это по мере усиления этих репрессивных сил, по мере создания нового оружия, по мере разрушения народа, все это становится малореальным как способ социального переворота. А вот всеобщая забастовка в отсутствии прямой конфронтации на тех сферах, в тех сферах, на тех участках, где враг, противник, власть, предприниматель, государство может оказаться сильнее, всеобщая забастовка как бы заменяет собой как способ социальной революции старые, бывшие баррикадные бои, насильственные выдачные сражения. Вот что он по этому поводу писал. Каждый из бастующих останется по своему месту жительства и вместе с другими возьмет свои руки, захватит производство сначала мелкие, затем пекарни, затем крупные производственные центры и затем все большие крупные промышленные предприятия. В силу того, что всеобщая забастовка это революция, которая повсюду и нигде, потому что работники берут свои руки измите, я перевожу с листа, берут свои руки захватывают свои руки инструменты производства и в каждом квартале на каждой улице в каждом здании то поэтому по сути дела нет места для какого-то центра для какого-то руководства для какого-то повстанческого правительства или для диктатуры пролетариата нет того отдельного места где все восстание или все сопротивление централизуется но напротив возникает свободная ассоциация всех групп пекарей других профессий соответственно по месту работы и иными словами возникает всеобщая ассоциация свободная ассоциация производителей вот так эта идея была сформулирована французскими революционными синдикалистами французская всеобщая конфедерация труда в начале 20 века официально принимает эту доктрину и с тех пор всеобщая забастовка рассматривается как синдикалистами сначала анархо-синдикалистами означает ли это что анархо-синдикалисты отказываются от идеи как бы частичных всеобщих забастовок для достижения каких-то конкретных тем. Нет. Более того, с точки зрения как раз вот этой вот теории революционных синдикалистов, как бы всеобщие забастовки, которые пока еще не ставят задачу захвата контроля над всей экономикой, ставят задачу экспроприации всей промышленности, всей экономики, эти всеобщие забастовки, тем не менее, должны быть, и они являются, как говорили революционные синдикалисты, революционной гимнастикой. То есть неким способом борьбы для работников, в ходе которых люди осознают свои общие интересы, привыкают действовать вместе, привыкают действовать без приказов начальства снизу, без политических партий, без ориентации на систему представительств и их интересов кем бы то ни было. Между ними возникает чувство взаимопомощи, развивается ощущение солидарности. Они как бы учатся действовать так, как им предстоит действовать в тот момент, когда начнется всеобщая социальная экспроприационная стачка. То есть это так называемая теория революционной гимнастики. И следуя этой теории, анархосиндикалисты, революционные синдикалисты вот с этого момента, с начала XX века провели, особенно в некоторых странах, не знаю, десятки, а если мы будем говорить об Аргентине или Испании, то может быть даже сотни всеобщих забастовок. Но, естественно, не обязательно в масштабе всей страны. Я повторяю, это могут быть всеобщие забастовки одной профессии, это могут быть всеобщие забастовки, скажем, в каком-то городе. Это может быть общенациональная всеобщая забастовка. Это может быть, как, например, было в Бурнос-Айресе в 1907 году, всеобщая забастовка квартиросъемщиков. Когда, скажем, все квартиросъемщики договорились и решили, вот, начиная с этого момента, мы не будем платить за квартлату больше вот такой вот суммы. А когда приходили с полицией их выселять, то соседи, после того, как полиция уходила, выселяли их обратно. То есть вот такая вот высочайшая степень взаимопомощи. Причем интересно, что, опять-таки, тематика была самая разная. Это было повышение заработной платы, иногда это было улучшение условий труда, иногда это была борьба за 8-часовой рабочий день. Скажем, вот в Испании в результате вот таких вот всеобщих забастовок в 1919-1920 году удалось добиться введения всего 8-часового рабочего дня. Иногда это идея легализации профсоюзов, которые власти запрещали. Иногда это отмена закона, вот как, скажем, я уже упоминал, отмена закона о депортации в Аргентине. Иногда это, как в той же Аргентине, была целая серия всеобщих забастовок за освобождение политических заключенных. И такие вещи были. Соответственно, опять-таки, темы могли быть очень разные. Иногда всеобщая забастовка, это было просто как бы развитие стащик солидарности. Тем не менее, были и, в общем, достаточно ощутимые поражения, потому что некоторые из таких забастовок были успешны. Было решение революционных синдикалистов, профсоюзов, да и анархисты об этом говорили, что в ответ на начало Первой мировой войны будет объявлена всеобщая забастовка. Профсоюзы это решали, на это проголосовали даже, в общем-то, профсоюзы, просто социал-демократические. Но когда Первая мировая началась, как вы знаете, никакая всеобщая забастовка организована не в дубах. Наоборот, крупнейшие профсоюзы практически во всех странах, может быть, разве что за исключением Испании и Италии, заявили, что они поддерживают военные усилия своих правительств. В 1933 году, когда правые пришли к власти в Испании, анархосиндикалисты объявили всеобщую забастовку, которая должна была с точки зрения перерасти в революцию. Опять-таки подготовлено было плохо подавили. А вот в 1936 году, получилось интересно, в ответ на военный путь, франкистский, как потом выяснилось, во главе, как потом выяснилось генерала Франка, рабочие поднялись, взяли за оружие, но прежде всего они объявляли всеобщую забастовку. Но тоже интересно, всеобщая забастовка в масштабе всей Испании объявлена не была. Но на местах анархосиндикалистские профсоюзы, иногда и вместе с социалистическими профсоюзами, объявляли всеобщую забастовку, после чего рабочие шли на бурикали. То есть всеобщая забастовка в данном случае была очень важным методом борьбы, важным методом мобилизации, но как бы не единственным, как показал испанский опыт 1936 года. Но вот что интересно, социал-демократы, которые, чувствуя недавно, с пеной урта кричали, что всеобщая забастовка невозможна, что это бессмыслица, что это полная финея, что нечего даже тратить силы и средства, нечего растрачивать забастовочные кассы и так далее, потихонечку, вот повторяю, под влиянием опыта самого рабочего движения, под давлением этого рабочего движения, потихонечку начинают менять свою позицию. Если не самые верхи, то, по крайней мере, левое крыло социал-демократии уж точно. И вот вдруг мы встречаем у социал-демократов разных стран, начиная опять-таки с конца 19 века, такую осторожную формулировку, еще не всеобщая забастовка, массовая политическая стача. По сути дела это почти все то же самое. И вот в Бельгии в 1892-1995-1992 году проходят фактически всеобщие забастовки за всеобщее избирательное право. Его, наконец, удается добиться. В Швеции в том же 1902 году, в Австрии в 1905 году, то есть начинаются забастовки уже под политическими дозами, всеобщие забастовки, которые выдвигают требования всеобщего избирательного права, то есть никак не анархистские, не синдикалистские, а вроде бы вполне себе социал-демократические. Ну и особенно в 20-х, начиная с 20-х годов, эта идея уже получает уже распространение, так сказать, помимо лагерей и помимо отдельных идейных течений. Ну прежде всего тут, наверное, стоит упомянуть два исторических эпизода. Первый – это 1920 год, всеобщая забастовка против каповского путча в Германии. Значит, ну, вкратце скажу, что это такое. Генерал Капп в 1920 году решил произвести монархический переворот в Германии, установить военную диктатуру с такой монархическо-националистического толка и свернув, так сказать, конституционное правительство в Аймурской республике. И вот когда он начал этот путь, захватил Берлин, захватил несколько ключевых городов, в ответ все профсоюзы, причем всех течений, да, сторонники социалистов, социал-демократов, коммунистов, анархо-синдикалистов, все, объявили всеобщую забастовку. И в результате этой всеобщей забастовки путь практически провалился, да, режим установленный Капп упал. Правда, история имела печальные последствия, то есть непосредственно результат вроде бы был позитивный, но когда потом революционеры, да, то есть левые коммунисты, анархисти решили пойти дальше, в частности, в районе Рура, они решили сохранить те предприятия, которые были в ходе этой всеобщей забастовки захвачены, и для охраны этих предприятий была сформирована Красная армия Рура, то в ответ на это были брошены правительственные войска, восстановленное правительство во главе с социал-демократами, приспокойно подавило вот эту вот самую всеобщую забастовку, то есть бросило ту же самую армию, которая еще недавно восставала против нее, против него правительство бросило на подавление рабочих Рура, которые были главной движущей силой, практически подавление капусты рабочей. Ну и, наверное, пожалуй, самая масштабная из известных всеобщих забастовок, хотя я не утверждаю, что она действительно была самая масштабная, но уж, во всяком случае, самая громкая. Это знаменитая всеобщая забастовка в Британии, всеобщая забастовка британских рабочих в мае 1926 года. Нет, я даже считаю, что это, так сказать, самый такой пик, самый апогей. То есть началось с того, что шахтовладельцы решили, воспользовавшись кризисной ситуацией, навязать шахтерам ухудшение условий труда, продление рабочего времени и снижение зарплаты. Шахтеры против этого, так сказать, выступили, стали протестовать, забастовали, и как бы в знак поддержки и солидарности с шахтерами, значит, в мае 1926 года британский конгресс трабиунионов объявил всеобщую забастовку. Значит, сначала бастовали шахтеры, потом к ним стали постепенно присоединяться все новые и новые категории трудящихся, пока, наконец, она не охватила транспорт, все основные виды производства, снабжение, продовольственное снабжение, металлургию, ну, практически все основные отрасли производства. То есть фактически за все 9 дней, забастовка длилась всего 9 дней, хотя первоначально она была объявлена, бессрочная, и в ней за это время приняли участие около 4 миллионов человек. В общем, самое интересное, что возникшие практически стихийно на местах стаичные комитеты, по сути дела, в ряде случаев стали, ну, де-факто, органами административного управления этих территорий, потому что власть была парализована, но кто-то должен был обеспечивать жизнедеятельность, кто-то должен был обеспечивать снабжение, кто-то должен был обеспечивать, так сказать, работу транспорта, пропуская необходимые грузы или не пропуская те грузы, которые считались вредными, так сказать, с точки зрения успеха, возможности успеха забастовки, да, и вот практически стаичные комитеты взяли на себя эти административные функции. Они контролировали распределение продуктов, они контролировали торговлю, они контролировали, значит, транспорт, сообщение транспорта, они контролировали борьбу со штрейкбрекерами, власти попытались мобилизовать штрейкбрекеров, что-то у них получилось, но, несмотря на это, тем не менее, так сказать, штрейкбрекерство не могло помочь тому, что забастовка все больше и больше распространялась. То есть в Англии уже... Немножко дальше, да? Чуточку. А, это вот тоже одна брошюра, которая тоже сыграла большую роль, я забыла не упомянуть. Значит, это как раз вот синдикалистская агитация, был такой Армольд Роллер, Зиквид Нахт, немецкий анархист, который достаточно активно занимался вот как раз пропагандой идеи всеобщей забастовки, именно как социальная революция. Вот видите, брошюра называется «Социальная всеобщая стачка». Эта брошюра была потом переведена на множество языков, распространялась в синдикалистской среде и сыграла тоже, наряду с агитацией и предложениями пелутье, сыграла большую роль как раз в распространении этой идеи. Но! Тут произошло следующее. Значит, стачки начались 3 мая, 11 мая было решение суда, по которому стачка была объявлена незаконной, и 12 мая лидеры забастовщиков, представители как раз Конгресса, отряденен, профсоюзные боссы, как это принято выражаться, в ходе встречи с правительством, не получив никаких гарантий и не получив никаких обещаний, объявляют о прекращении забастовки. После этого одна за другой, одна за другой бастующие специальности возвращаются на работу, шахтеры остаются одним, они продолжают бастовать еще 7 месяцев, но их уже никто не поддерживает, и в результате 30 ноября они возвращаются на работу и принимают все те предложения, которые изначально были сделаны предпринимателям. То есть полное, тотальное поражение. Вот что по этому поводу пишет британский синдикалист Том Брау. Стачка провалилась не потому, что рабочие действовали неправильно или провалились рабочие. Количество штрейтбрехеров было незначительным. Попытки среднего класса тоже, так сказать, выступать в роли штрейтбрехеров против рабочих были убогими и были легко сорваны. Всего 1% нормального, обычного железнодорожного сообщения действовало. Но всего 9 дней, на протяжении которых железнодорожное сообщение было парализовано, произвело такой хаос на железных дорогах, от которого система не могла оправиться на протяжении многих месяцев. Перерывы, вот эти нарушения, были большими, чем были вызваны воздушными рейдами германской авиации на Лондон в 1940-1941 году и потребовали гораздо больше времени на возмещение и компенсацию. Стачка провалилась не потому, что мораль рабочих была низка. Настроение рабочих было гораздо более высоким в последний день забастовки, чем было в самом начале. И боевой дух ничуть не был ниже, был даже выше. Забастовка провалилась только потому, что ее отозвали, ее отменили профсоюзные лидеры. И рабочие к этому моменту так и не научились еще не доверять этим лидерам в достаточной степени. Хуже всего, самое плохое, самое важное, самый важный раскол забастовщиков был организован именно профсоюзными лидерами. И рабочие, к сожалению, привыкли повиноваться инструкциям от своих руководителей и от чиновников этих профсоюзов. Иными словами, стачка была предана руководителям. Стачка была предана руководителям. После Второй мировой войны тем не менее идея всеобщей стачки никуда не делась. Это был тот метод, который достаточно активно употреблялся профсоюзами, хотя в уже более умеренной форме, скажем, после Второй мировой войны тоже. Хотя были исключения. Скажем, одним из крупнейших исключений была всеобщая забастовка в Бельгии, которая проходила с декабря по января, практически на протяжении почти месяца. С конца декабря по конец января 1960-61 года. Для нас с вами еще интересно то, что эта забастовка проводилась в ответ на как раз очередные меры жесткой экономии. То есть правительство предложило парламенту принять закон о мерах экономии. То есть что-то такое немножко напоминающее то, что происходит сейчас в России. То есть когда урезание, урезание во всем, закон об урезании социальных восходов, урезание социальной помощи, урезание заработной платы в государственном секторе, урезание пенсий и так далее, и так далее, и так далее. В ответ начались забастовки, в общем начались они совершенно стихивно. Сначала забастовали рабочие одного небольшого электротехнического предприятия, но, так сказать, настроение, возмущение было настолько сильным, что это пошло как пороховая, как порох, как шнур пороховой, шнур взрывателя. То есть забастовка стала распространяться, короткое время она стала массовой, к концу уже декабря бастовала миллион человек, для Бельгии это фантастическая, колоссальная цифра. К тому же еще в начале января она распространилась еще больше, машиностроители, металлурги, и так далее, и так далее, и даже, так сказать, в паре, в социал-демократической партии, социал-демократических профсоюзах заговорили, что да, правильно, надо бороться, но тут, так сказать, опять-таки, произошло все тоже, отчасти то же самое, что произошло в 26-м году марта, только уже, так сказать, не с конгрессом и с униенов, а с лидерами социал-демократической, как называется, бельгийской социалистической партии. Да, они фактически, так сказать, пошли на, точнее, поверили обещанию компромисса со стороны правительства, правительство под шумок быстренько провело через парламент этот вот сам закон о мерах экономии, и, так сказать, постепенно замастовка после этого стала замирать. Здесь мы с вами, кстати, можем обратить внимание на такое достаточно распространенное, вообще, к сожалению, явление, такое ультралегалистское настроение среди людей, да, то есть, очень многие люди готовы бороться до тех пор, пока закон официально не принят, пока официально парламент что-то не решил, а с тех пор, как есть раз парламент решил, это уже закон, извините, после этого, к сожалению, ничего сделать нельзя. Вот такая позиция, к сожалению, очень сильно распространена, особенно в той же самой Западной Европе. То есть, так же было, например, в начале 80-х годов, когда были массовые протесты в Германии против размещения там ракет средней дальности, там миллионы людей участвовали в этих протестах, но как только парламент в конечном счете попытались организовать референдум о ракетах, все, что хотите, делали, протестовали, бастовали, перегораживали дороги, все что угодно, когда парламент, когда парламент все-таки закон принял, все, движение прекратилось, решение принято. Вот в Бельгии, к сожалению, сыграло роль то же самое, но, так сказать, это, в общем, тем не менее, как бы скажем, да, вот поражение, но были победы, это Франция, 1968 год, когда студенческие протесты были подкреплены всеобщей забастовкой, которая началась во Франции, тоже с захватом предприятий, с проглашением идеи самоуправления и так далее, и так далее. Здесь тоже движение шло по нарастающей, пока лидеры профсоюза, в данном случае уже ориентировавшихся на коммунистическую партию, не договорились с правительством о небольшом повышении заработной платы, после чего всеобщая забастовка была отменена, и рабочие вернулись на работу, будучи, так сказать, покорными воле своих профсоюзных работ. Вспомним о Великобритании, 1974 год, когда шахтеры провели всеобщую забастовку против консервативного правительства, пытавшегося также внедрить меры жесткой экономии, это правительство Эдварда Хита просто слетело. К власти пришли, правительство вынуждено было обвить новые выборы, к власти пришли лейбористы, правда, недолго музыка играла, через пять лет консерваторы, благодаря Стейчер, уже вернулись к власти, и, в общем, так сказать, нанесли по шахтерскому движению тяжелейший удар, шахтеры опять пытались против приватизации закрытия нерентабельных шахтов, пытались организовать всеобщую забастовку, но их не поддержало руководство конгресса правильного, опять-таки получилось так, что шахтеры будут одни, и, соответственно, движение было задавлено. Но если мы, так сказать, вот историю перейдем уже к более непосредственно нашим близким к нам временам, то здесь стоит сказать о том, что вот эта вот проблема забастовочного движения, забастовок, потому что всеобщих забастовок как методы борьбы против уже нынешнего этапа, нынешнего этапа капиталистического кризиса, особенно после 2008 года, этого знаменитого начала, как финансового кризиса, как тогда говорили, который, по сути, уже стал не финансовым кризисом, а общеэкономическим, даже как некогда говорят, системным кризисом. Одно из, естественно, в рамках, ну, вероятно, вы знаете об этом или слышали, или читали, практически во всех странах мира были предприняты в ответ, правительствами в ответ на этот кризис совершенно одинаковые меры, меры, как это принято называть, неолиберального характера, то есть, прежде всего, это система жесткой экономии, или оптимизация, как это называется в России, или, как это называется, austerity, в той же Великобритании, или шпарполитик, политика экономии, как это называется, в Германии, и так далее, и так далее. То есть, это всюду примерно одно и то же. Урезание расходных статей бюджета, урезание социальных планов, урезание социальных пособий, урезание пособий по безработице, замораживание заработной платы в государственном секторе, замораживание пенсии, увеличение пенсионного возраста, между прочим, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, целая серия мер вот такого вот характера. Да, и, естественно, первой реакцией со стороны организованных рабочих, со стороны профсоюзов, было попытки организации акций протеста. Вот, в частности, во Франции, особенно в 2010 году, когда правительство, тогдашнее правое, решило осуществить пенсионную реформу, с увеличением пенсионного возраста, по всей стране поднялось движение протеста. Но вот что тогда, что против дальнейших антисоциальных мер, вплоть до вот сегодняшнего дня, когда вот буквально в этом году, уже против правительства, еще позапрошлом году, против социал-демократического правительства, которое пыталось осуществить реформу, осуществила реформу трудового законодательства, трудового кодекса со свободой увольнений, и вот сейчас против правительства Макрона, которое предпринимает новые неолиберальные меры. Собственно говоря, практически каждый раз повторяется с этими протестами одно и то же. Профсоюзы призывают к протестам, профсоюзы проводят точечные забастовки в разных сферах, например, на транспорте или энергетике, но не постоянно, это не некая непрерывная всеобщая забастовка, а это, скажем, каждый четверг, каждый второй четверг, такой-то день недели. А в основном протесты сводятся к тому, что раз в неделю, в две недели, в три недели или в месяц проводятся массовые марши, массовые митинги и марши протестов по заранее согласованным маршрутам. Никого это не пугает, никого это не выделяет. Власти как, хотя там могут миллионы людей на улице не пугать. И правительство обычно говорит так, да, мы все поняли, но у нас демократия, при демократии решает не улица, решают органы власти, решают парламенты. В парламенте у нас большинство, парламент проголосует так, точка, все. Естественно, в этой ситуации на левом фланге, условно говоря, да, то есть среди рядовых членов профсоюза, анархистских групп, радикальных групп, левых групп, крайне левых групп, конечно, да, так или иначе распространяется идея о том, что надо бы, наверное, все-таки заставить профсоюз объявить всеобщую забастовку. Потому что это реально, это действительно будет тем методом, говорят в оппозиции, который сможет заставить власти все-таки пойти на уступки, да, потому что ну что такое символическое, скажем, даже 24-часовое забастовку, ну ничего, да, власть пожмет плечами и продолжит действовать дальше. Нужна всеобщая забастовка, нужна бессрочная всеобщая забастовка, но каждый раз происходит одно и то же. Профсоюзные лидеры отказываются объявить всеобщую забастовку, а тем временем, протесты обычно начинают с весной, тем временем подходит лето, подходит сезон каникул, подходит сезон отпусков, и профсоюзы говорят, мы прекращаем наше вступление, мы возобновим их осенью. Приходит осень, и никто уже ни о чем не вспоминает. Во Франции каждый раз с 2010 года происходит новое путешествие, произошло так же точно и в этом году. Они, по сути дела, проходят, или прошли за последние, ну, с 8-го года, с последние 10 лет практически в очень многих странах мира, да, это Италия, Бельгия, Португалия, Великобритания, Испания, но особенно, конечно, Греция. Периодически вы можете встречать даже в наших средствах массовой информации упоминание о том, что вот в Греции прошла 20-часовая забастовка протестов, в Греции прошла 48-часовая забастовка протестов, да, каждый раз правительство, в общем, разные правительства, правое, социал-демократическое, сейчас якобы левое во главе с Сиризой, но все говорят одно и то же. Нет, бастуйте на здоровье, мы будем продолжать наши реформы, неважно, да. Значит, вот что интересно, значит, допустим, в году может вот таких вот 48-часовых забастовок происходить, ну, скажем, 5 или 6. А теперь посмотрите, но не подряд. А теперь посмотрите, предположим, ну, вот потери, потери денег, потери забастовочных фондов, улью, удар по экономике, ладно, замечательно. Все равно, ты представьте себе, что это 6 подряд, то есть это не 48-часовые забастовки, а 48 умножить на 6. Вот тут вряд ли бы правительство просто махнуло рукой и сделало, что ничего не происходит. Здесь уже была бы совершенно другая ситуация. И правительство вынуждено было бы столкнуться с тем, что у них, извините, отключают электричество, что они не могут работать, они не могут ничего делать, не работает связь, они не могут передавать свои приказы, они не могут передавать распоряжения, не работает транспорт, они не могут перебрасывать войска и полицию. Все, все остановлено, все парализовано. Парализован транспорт между Грецией и островами. То есть это, строго говоря, была бы ситуация полного паралича экономики, на которую власть должна была бы пойти, ну, по крайней мере, ситуация, в которой власть должна была пойти на какие-то уступки. Тем более, я напоминаю, речь в данном случае не идет о социальной революции, когда для власти идет вопрос, что это все или ничего. Здесь требуются уступки, хоть какие-то. Они пока не идут никакие. Так их можно было бы заставить делать и что. Вывод, который сделали по этому поводу испанские анархосиндикалисты, это то, что всеобщая забастовка должна быть бессрочной. Или, как говорят по-испански, indefinida. И анархосиндикалисты пропагандируют в Испании всеобщую забастовку, в том числе по конкретным поводам, для борьбы с конкретными антисоциальными мерами. Ну вот, например, агитация за всеобщую забастовку против реформы трудового и законодательства. Видите, трудовая реформа, всеобщая забастовка. Дальше. Сейчас. Хватит голосовать. Партии представляют только самих себя. Единственная форма завоевания наших коллективных свобод это с помощью всеобщей бессрочной забастовки, солидарной революционной. Дальше. Ну, а это, пожалуйста, была даже попытка организовать такую всеобщую забастовку. Поскольку в Испании анархосиндикалистские профсоюзы не настолько крупные, чтобы самостоятельно организовать такую реальную забастовку, она тоже носила вот такой вот символический характер. Но в ходе ее пропагандировалась идея именно бессрочной забастовки. Тем не менее, там, где профсоюзы настроены решительно, у них получается использовать метод всеобщей забастовки для того, чтобы остановить антисоциальные реформы. Я приведу, опять-таки, только пример двух стран. Стран, где профсоюзы действительно радикальны. Одна это Боливия, где с 2010 года произошла, и там еще радикальная такая профорганизация, которая называется Боливийский рабочий центр. И вот она, так сказать, систематически в ответ на любую попытку власти принять какой-то антисоциальный закон, провести генетизацию, удлинить рабочий день, там, принять какие-то неолиберальные меры, они объявляют всеобщую забастовку. Значит, это вот Боливийский рабочий центр, вот одна из его акций во время всеобщих забастовок. Дальше. В ходе этих забастовок происходят стычки с полицией. Причем еще, что самое интересное, значит, еще один из методов, который они используют в ходе всеобщих забастовок, это перекрывание шоссе и дорог. То есть они практически парализуют, пикеты забастовщиков практически парализуют сообщения, автомобильные сообщения. Естественно, против них бросают полицию, и тогда начинаются вот такие вот вещи. И дальше. Ну, и кроме того, шахтеры используют, поскольку они шахтеры, да, и поскольку в шахтах им приходится работать с вот такими вот вещами, которые вы видите в руках, да, вы понимаете, что это такое, вот, они выходят на них в том числе и на демонстрацию. И если полиция пытается их разгореть, то бывает так, что эти штучки летят. Второй пример – это Нигерия, где в 2000, я бы в памяти, в 2012 году, значит, правительство объявило о повышении резком, да, точнее, даже не о повышении, а сначала о либерализации цен на топливо, на горючее. Вот, цены сразу резко подскочили, и в ответ профсоюзы объявили всеобщую забастовку. Но они ее сделали достаточно интересно, то есть они сначала забастовали не самые важные, так сказать, сферы, сначала забастовали, значит, сферы услуг, банки, немножко транспорт, но главная сила Нигерии – это нефтяная, нефтедобывающая промышленность. И вот, значит, после какого-то, так сказать, после того, как власти сначала категорически отказывались реагировать, отказывались снизить цены, восстановить субсидии на цены на топливо, после этого, дальше, видите, fight for your right, да, это вот одна из демонстраций Нигерии во время вот этой всеобщей забастовки. Они сделали следующее, они пригрозили, только пригрозили правительству распространить забастовку на нефтедобывающую область, всего нам все. То есть до нее даже дело не дошло. После чего правительство сказало, окей, да, нет, мы, конечно, старую цену все-таки не восстановим, да, но мы не дадим ей расти и расти дальше какого-то определенного, то есть мы остановим рост. То есть это частичная победа, но все-таки победа. То есть, как видите, что, какой из этого следует? Когда всеобщая забастовка ведется решительно, когда те, кто ее организуют, решительно настроены, когда массы идут за ними, и главное, когда она бессрочная и распространяется на ключевые отрасли экономики, то шанс достижения успеха очень велик. Тем более, если речь идет о каком-то конкретном частичном требовании. Я вам обещал еще рассказать про, так сказать, современную Россию, да, и, так сказать, современная, вообще про всеобщую забастовку как российскую традицию. Значит, здесь сразу скажу, что опыта всеобщих забастовок в российской истории было, к сожалению, не так много. Их, в общем-то, можно практически перечислить по пальцам. Ну, наверное, одна из самых известных, это 1905 год, так называемая всеобщая октябрьская растачка. Да, вот, пожалуйста, фотография 1905 года. Дальше, по-моему, тоже она же, тоже, по-моему, да, это Петербург, октябрь 1905 года. То есть, как бы, скажем, тоже началось все с того, что железнодорожники забастовали за повышение заработной платы, вот, в связи с резким ростом цены инфляции и так далее. Но, вот, обратите внимание, опять, да, настроение масс было настолько радикальным, настолько кипящим, тоже была все-таки, да, российская русская революция, что, как бы, забастовка стала распространяться, как снежный ком, да, стали, так сказать, помимо экономических выдвигаться политические лозунги, да, лозунги Конституции, лозунги всеобщее избирательное право, лозунги гражданских свобод. И, ну, как вы знаете, все кончилось, так сказать, царским манифестом 17 октября, да, то есть, фактически, частичной уступкой. Причем интересно, что власть настолько испугалась этой всеобщей забастовки, в которой приняли участие миллионы людей, что, вообще говоря, Николай II собирался грабить из страны. То есть, уже на готове стояло судно, которое должно было его и всю семью в Петербурге подхватить на борт и вообще увезти, 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 увезти и вообще подальше. Да, так сказать, министра докладывали царю, что да, у нас хватит войск для того, чтобы подавить возможные восстания в Петербурге, Петергофе еще где-то, но даже для того, чтобы восстановить железнодорожную связь между Петербургом и Петергофом, нам не хватит сил. Вот так. То есть, на самом деле, если бы тогда не свернули эту забастовку после манифеста 17 октября, то, так сказать, кто знает, чем бы дальше дело кончилось. Следующая, значит, это 1917 год, знаменитая всеобщая забастовка, которую объявил Викжель. Всеобщая забастовка, нет, это еще не то. Всеобщая забастовка железнодорожников после, так сказать, свержения временного правительства, когда большевики сформировали правительство, Совет народных комиссаров. Да, и Викжель потребовал, чтобы, значит, было сформировано правительство из всех социалистических партий, а железные дороги были переданы в управление профсоюзу железнодорожников, кстати. И практически тоже им удалось парализовать железнодорожное сообщение. И, в общем-то, большевистское правительство, вероятно, должно было бы пойти на уступки, если бы не одно «но». Дело в том, что не только большевики, но и, так сказать, другие, так сказать, эсеры и большевики в Сочи тоже заявили, что они не хотят никакой коалиции, не хотят никаких переговоров. То есть в условиях, когда и та, и другая сторона, в общем-то, отказались от компромисса, в конечном счете профсоюзы довольствовались обещанием большевистского правительства передать железные дороги под управление профсоюзом. Тоже потом это было взято назад, но так или иначе, так сказать, вот вроде бы вот такая была история. Ну, а дальше, это уже, извините, только вот тысячи дальше, да, пожалуйста, дальше. Это уже 1989-1990 год, да, знаменитая всеобщая забастовка шахтеров, которая тоже началась сначала с экономических требований, в ходе которой возникли требования политических, тоже очень интересно, политические требования, то есть сначала, интересно, рабочие снизу, требовали повышения заработной платы, улучшения условий труда. Потом на следующем этапе, когда, так сказать, на роль представителей этих бастующих шахтеров стали выдвигаться некоторые лидеры политизированные и директорский корпус, сразу, так сказать, центр требований стал смещаться с непосредственного повышения заработной платы на хозяйственную самостоятельность, на право директоров предприятия самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию и так далее, и так далее. А потом, так сказать, когда их еще власти кинули, да, пообещав им все это, так сказать, уже на политику, потому что туда приехал Ельцин, туда стали приезжать деятели межрегиональной депутатской группы, вот, те, кого потом стали называть демократами, ну и результат, так сказать, полная политизация, и, в общем, так сказать, результат, как вы знаете, то, что вот это шахтерское движение в значительной степени выступало на стороне Ельцина в период 1991-1991 года. Но шахтеры оказались очень быстро разочарованными, да, и уже вскоре стали возникать конфликты между ними и уже новым Ельцинским правительством. И, в частности, значит, но перед этим была еще одна достаточно забавная вещь. В 1993 году, когда был вот этот самый знаменитый, да, кризис, октябрьский кризис, конфликт между парламентом, между Верховным Советом и Ельцином как президентом, тогда, значит, ФМПР, представьте себе, тогда была даже ФМПР такая, объявила, призвала к всеобщей забастовке на стороне Верховного Совета. Но это был тот самый случай, когда, ну это было чистое бла-бла, потому что никаких мер по организации сделано не было. В результате, знаете, как это говорят, да, забастовка объявлена, но на нее никто не вышел. Вот на нем, в данном случае, никто не вышел. То есть это был, видимо, такой конфуз, после чего ФМПР решила, что было больше, вообще говоря, фронтировать не надо, и от меня надо искать договоренности с властью любщины, что она, так сказать, благополучно делает до сих пор. Но следующая вот реально, действительно, вещь, которая может напоминать всеобщую забастовку, это вот, дальше, пожалуйста, это вот 98-й год, знаменитая рельсовая война, когда началось все с протестов шахтеров, которые сначала забастовали на отдельных шахтах, потом стали перекрывать рельсы, причем не только в шахтерских уже регионах, к ним присоединились учителя, к ним присоединились другие категории населения, рабочие и промышленные предприятия, служащие, люди стали выходить на рельсы в разных, так сказать, районах страны, прерывать железнодорожное движение, а потом уже в их поддержку была объявлена в шахтерских регионах всеобщая забастовка. В общем, забастовка эта распространялась, к ней опять-таки стали присоединяться другие категории населения, власть перепугалась до полусмерти, они совершенно этого не ожидали, ну, это и дальше еще одна такая, да, вот, пожалуйста, видите, шахтеры ищут поликредит доверия, вот, и, как бы, скажем, в этой ситуации просто, а, основное было требование какое, да, дело в том, что шахтеры к этому времени не получали зарплату, вылежит знаменитая история с долгами по зарплате, они не получали зарплату на полежине полубелы, тактически, и все кончено с тем, что власти пообещали лидерам профсоюзов выплатить частично долги по зарплате, и после того, как они это пообещали, и даже начали частичные выплаты, даже не полные, после этого профсоюзные лидеры призвали рабочих прекратить забастовку и вернуться домой. Что самое интересное, некоторые трудовые коллективы, в частности, вот, например, в районе Шахт, в районе Ростовской области, они еще пытались самостоятельно протестовать. Это очень интересно, да, то есть на последнем этапе, как, кстати, и в Англии в 26-м году, как очень часто бывает в таких ситуациях, на последнем этапе забастовки, когда, так сказать, уже профсоюзное руководство ее сворачивает, в этой ситуации, значит, получается так, что какие-то отдельные, более радикально настойные рабочие пытаются продолжать снизу забастовку, но так или иначе, в общем, очень часто сталкиваются с предательством и вынуждены эту самую забастовку прекратить. Вот так вот получилось и в этот раз. А вот это, пожалуй, самая интересная из всех всеобщих забастовок, которая произошла на территории бывшего Советского Союза уже, так сказать, после 91-го года. Причем, значит, если бы, сразу скажу, что если бы это тогда победило, возможно, вся последующая история, не только той страны, в которой это произошло, но и, возможно, вообще вся история бывшего Советского Союза, пошла бы иначе. Это 1993 год, лето, забастовка, всеобщая забастовка шахтеров Украины. Началось все с того, что власти в три, ну, либернизировали цены, и они сразу подскочили в 3-5 раз при старой зарплате. В ответ сначала начались забастовки шахтеров, причем абсолютно стихийно. Сначала забастовала одна шахта, потом опять-таки как снежный ком, это пошло распространяться сначала на шахты, потом на другие промышленные предприятия, потом на целые регионы, то есть, скажем, вот район Донбасса был практически охвачен, ну, по сути, всеобщей забастовкой. Вот, причем они стали пытаться уже налаживать контакты с бастующими в других районах Украины, в частности, тогда же как раз проходила забастовка транспортников Киева, была идея установить с ними связь, вот, и даже были сделаны какие-то попытки. Значит, требования сначала были чисто социально-экономические, повышение зарплаты, прекращение приватизации, отмены всех антисоциальных законов, между прочим. Вот, но к этому делу быстренько присоединились директора шахт, и они уже, значит, стали, естественно, выдвигать лозунги больше политические. Значит, возникла идея референдума о доверии властям всех уровней и региональной самостоятельности Донбасса. Кончилось все, да, возникли стачкомы, то есть, ну, в общем, пошло движение снизу, вот, но кончилось все, опять-таки, достаточно печально, потому что в какой-то момент, да, практически получилось так, что переговоры от имени... Власть сказала, что у нас нет денег удовлетворять экономические темы, референдумы так, черт с нами, мы проведем, а вот денег на повышение зарплаты нет. Короче говоря, значит, представители стачкова ушли с переговоров, а директора продолжили, и директора выторговали политические уступки для себя, то есть, они выторговали хозяйственную самостоятельность, расширение своих полномочий, и самое главное, представитель директорского корпуса, директор шахты Засядька и мэр Донецка Зридельский, был назначен вице-премьером, и уже как вице-премьер он повел переговоры с директорским корпусом, то есть, сам будучи из этой же среды, но уже от имени правительства, то есть, выступал в роли такой вот промежуточной. Чуточку позже он возглавил правительство Украины в целом. Так вот, значит, на самом деле, вроде бы как формально удалось чего-то добиться, то есть, ну, референдум, понятно, отменили, его никто проводить не стал, зарплату незначительно повысили, вроде бы отменили повышение цен, но буквально через несколько месяцев было сказано, что, извините, у нас тяжелейшая экономическая ситуация, мы ничего не можем сделать, и цены опять были увеличены в те же самые три раза. То есть, закончилось все поражением. Если бы пошло иначе, да, опять-таки, опять-таки, та же ситуация, часть шахтеров продолжила бастовать и после, да, значит, когда забастовка была отменена, прекращена, рабочие попытались собрать еще один вот такой же митинг стихили, но тут выяснилось, что они слишком понадеялись на ту организацию, которая у них уже была, новую организацию они создать не успели, да, при связи были прерваны, они пытались заново агитировать шахты и промышленные предприятия, отправив туда, значит, работники, отправив туда делегации, но, так сказать, тут уже, в общем, ничего не получилось. То есть, видимо, настроение уже пошло на облом, и забастовка не удалась. То есть, вы же понимаете, что реформа, забастовка, которая практически открыто была направлена против неолиберальных реформ, если бы она победила в 93-м в Украине, это имело бы отклик вообще по всему бывшему Советскому Союзу, была бы такая модель, да, история Украины послужилась иначе, как мы с вами понимаем, и, возможно, что история других республик, бывшего Советского Союза, уже не спорила. То есть, какие же уроки, на какие же факторы, как мне кажется, имеет смысл в этой ситуации обратить внимание. Итак, первый вопрос. Охват. То есть, всеобщая забастовка может иметь успех только в том случае, когда она охватывает ключевые отрасли. То есть, те отрасли, которые важны для обеспечения жизнедеятельности, для обеспечения беспрепятствий функционирования экономики как таковой. То есть, это, конечно, транспорт, это, конечно, энергетика, это, конечно, ключевые производства. Это, ну, так сказать, в каждом регионе, это может быть еще, так сказать, какое-то местное производство, которое играет в этом регионе, если мы говорим о регионах ключевого. Следующий момент. Вопрос о сроках. Значит, опыт показывает, что обычно символические 24-часовые, 48-часовые и прочие забастовки не дают ничего. Всеобщая забастовка может иметь смысл и может иметь успех, может поставить противника на колени только в том случае, когда она является бессрочной. Что означает бессрочная? Это не означает, там, бастуем до конца жизни, да? Это означает следующее. Мы бастуем до тех пор, пока не будет выполнено такое-то и такое-то наше условие. То есть, вот до этих пор она бессрочная. Бессрочная, даже не столько бессрочная, да, вот испанский термин недофинида, он более точный. Неопределенный срок. То есть, срок заранее неопределенный. Она может быть окончена, но только в том случае и есть. Следующий момент. Это вопрос об организации. То есть, как вы понимаете, вот эта вот вещь достаточно важная, да, в каждом данном конкретном случае она может выглядеть по-разному. И здесь, конечно, надо учитывать конкретные обстоятельства. Но здесь еще очень важно иметь в виду следующее, раз уж мы говорим об организации. Что обычно считается так, что забастовку должны организовывать профсоюзы. Вот здесь вот начинается та проблема, о которой я вам рассказывал. То есть, в том случае, если профсоюзное руководство настроено трусливо, реформистическим, соглашательским, если оно не хочет идти на конфликты с властью, если оно боится, да, боится, там, не знаю, растратить деньги, потерять свое имущество, растратить забастовочный фонд, конфликтовать, там, с властью имущими, бла-бла-бла-бла-бла, и так далее, и так далее. В этих условиях, естественно, профсоюзное руководство забастовку либо не начнет, либо, извините, сдаст. То есть, в этой ситуации очень важны две вещи. Первое, чтобы рядовые члены профсоюзов были активны и давили на свое профсоюзное руководство в момент забастовки. И второе, чтобы по возможности, если это возможно, но это желательно, возникали также статичные комитеты по месту работы или по месту жительства, да, которые были, так сказать, активисты, независимо от своего членства в профсоюзах и даже не в качестве членов профсоюзов, инициировали создание вот таких вот статичкомов, которые затем могли бы объединяться вместе и координировать свою деятельность. То есть, либо чтобы полностью руководить забастовкой, либо чтобы контролировать ее ход и оказывать организованный нажим на профсоюзное руководство. Вот, соответственно, требуется определенная подготовка, сети, структуры, снабжение, деньги, продукты, контроль над снабжением и распределением в ходе забастовок. Все эти вещи, конечно, тоже должны быть продуманы. Вряд ли стоит это оставлять на усмотрение стихии. Здесь, вероятно, все-таки вот такие статичные комитеты должны этим самым заняться. Очень важный момент, конечно, психологический, морально-психологический. То есть, это готовность трудящихся к забастовке, настрой на борьбу и настрой на солидарность. То есть, вы видели, что если такой настрой есть, то стачка может распространяться даже стихия. Если такого настроя нет, все бесполезно. Но, с другой стороны, такая готовность, она тоже не падает с неба. То есть, вот на сегодняшний момент, можно сказать, что люди не готовы. Но для этого-то и требуется агитация, объяснение, что такое всеобщая забастовка, подготовительные действия, агитационные действия, объединение активистов, которые выступают за всеобщую забастовку, налаживание каких-то горизонтальных связей между такими активистами. Это необходимо для того, в том числе, чтобы идея всеобщей забастовки распространялась, чтобы люди понимали, что это такое, чтобы они имели возможность, так сказать, как-то свое собственное настроение, свой собственный настрой повышать так, чтобы оказаться к этой забастовке готова. То есть, готовность, повторяю, это тоже фактор переменной. С этим связаны, конечно, такие вещи, как общий уровень недовольства среди населения, как вообще общая пассивность, активность, как готовность населения к активным действиям. Потому что, если, скажем, люди пассивно скажут, ну, да, бастовать, это, наверное, неплохо, это хорошо всеобщая забастовка, но мы лучше по себе посмотрим, как это будет делать. Вот тогда, опять-таки, скорее всего, ничего хорошего не получится. Связаны тоже с этим же фактором, вытекающие из них, это готовность масс, готовность людей снизу на самостоятельное действие. То есть, если профсоюзное руководство таки придаст забастовку, если забастовка будет свернута, чтобы люди оказались достаточно активными, сильными, сплоченными, чтобы не пойти в этой ситуации со своими профсоюзными лидерами. Не так, как было в Англии в 26-м, не так, как было в Бельгии в 60-м, в 61-м. А пойти, да, не так, как было в 98-м году во время Рисового года, не так, как было в 93-м Украине с шахтерами, а пойти дальше уже самостоятельно. Вы не можете, вы нас призываете выйти на работу, а мы не пойдем. Следующая вещь, которую надо тоже иметь в виду, это, естественно, в такой ситуации всегда надо продумывать, а что делать, извините, с такими людьми, которые называют штрейнбрехеры. Я вообще с изумлением столкнулся с тем, что в современной России многие даже слова такого вообще не знают. Я же не понимаю, что это такое. Кто такой штрейнбрехер? То есть человек, который продолжает работать в условиях, когда объемно забастована. То есть фактически стачкалом, как это называют в дореволюционной России. Так вот, что с ними делать? Потому что совершенно понятно, что когда такая вещь начнется, как забастовка, даже не обязательно всеобщая, понятно, что и предприниматели в ходе обычных стачек, и на более высоком уровне в случае всеобщие забастовки, конечно, будут использованы штрейнбрехеры. Надо продумывать, как их не реализовывать. Нужно продумать, как должны быть остроены пикеты, чтобы их не пускать. Как должна быть организована агитация. Как нужно сделать так, чтобы предотвратить их провозок. Какие методы при этом следует использовать? Активные, пассивные, силовые, методы убеждений. То есть все это тоже должно быть продумано, должно быть проанализировано. Соответственно, точно так же следует продумать, как действовать, как быть в случае, если будут задействованы силы и прессии. Потому что, опять-таки, здесь возможны разные спорты. Понятно, что если мы говорим не о литингах, а, скажем, о забастовке, причем незахватной с тем, чтобы люди остались по домам, понятное дело, что использование силовых структур здесь заклинанного. Потому что можно, конечно, посадить солдат и водить поезда, но, я думаю, что ничем хорошим это не кончится для поездов и для солдат тоже. Некоторые радикально настроенные активисты сейчас склоняются к мысли о том, что вопросы всеобщей забастовки нужно заново поднимать сейчас, актуально, современной России, в связи именно с прессовутой пенсионной реформы. Но фокус в том, что, как бы то ни было, опыт показывает, что митинги, акции протеста, выходы на улицы, все, что хотите, попытки сбора подписей по выферендуму, все это власть не остановит. Они полны решимости эту реформу продавить. Если не будут приняты более радикальные решительные меры, то, скорее всего, они эту реформу, к сожалению, продавят. Я просто приведу пример. В Москве митинг был 28 июля, следующий митинг будет 2 сентября. Весь август пропадает вообще полностью в качестве протестного месяца, а 29 сентября уже должно быть закончено обсуждение закона о пенсионной реформе. То есть практически времени не остается ни на что. И в этих условиях единственное, пожалуй, что могло бы сегодня заставить власти уступить и отказаться от этого закона, это вот она, всеобщая забастовка, вплоть до отмены плана пенсионной реформы. И вот, так сказать, потихонечку начинается, правда, пока еще только-только начинается, опять-таки времени мало, компания за то, чтобы, так сказать, организовать или, по крайней мере, пока хотя бы пропагандировать вот эту вот самую идею всеобщей забастовки, чтобы действительно как бы побудить людей, побудить членов профсоюзов давить на свои профсоюзные организации, побудить, так сказать, жителей как-то к самоорганизации в этой сфере, то есть, чтобы идея эта распространялась пока хотя бы на уровне возможности, да. Пока еще, конечно, как вы понимаете, если небольшая группа людей начнет говорить, что мы создаем статичные комитеты, вы понимаете, что это, конечно, будет чистая авантюра, да, статичный комитет должны создавать не отдельные активные, не там, не несколько десятков, даже сотен активистов. Это должно быть сделано по всей стране, это должно быть сделано достаточно активно, это должно быть приобрести достаточно массовый характер. Тем не менее, если идею не пропагандировать сейчас, то, скорее всего, никогда до нее дело не дойдет. Это 18-го, первый митинг в Москве, вот, в Сокольниках, вот как раз анархосиндикалисты изготовили вот такие вот флаги, да, значит, с надписью «Всеобщая забастовка» и вышли, значит, на акцию с этими самыми флагами. Естественно, так сказать, они привлекли внимание, люди подходили, спрашивали, они раздавали листовки, в которых, объясненно, так сказать, содержалось объяснение, что такое, почему необходима «Всеобщая забастовка», вот, содержались определенные, так сказать, призывы, определенные пояснения, определенная агитация, вот, листовки, это, кроме того, такого же типа или такие же, или такого же типа распространялись еще в нескольких городах России, насколько я в курсе, распространяли их люди в Самаре, распространяли люди в Саратове, распространяли люди в, господи, в Кузбассе, где-то еще тоже шла вот такого же типа агитация, вот, и что самое интересное, да, в ходе обсуждения, в том числе во время митингов, Во время митингов тоже идёт обсуждение, дискуссия с людьми, где пытаются объяснять людям, что это такое, почему и как, почему это необходимо, почему митинги ничего не дадут. Реакция очень разная. Многие говорят, что да, правильно, так и надо, но пока хотя бы, по крайней мере, соглашаются с идеей. Но есть те, кто говорит, что нет, это всё бесполезно, всё не надо делать. Кто-то говорит, что да не получится, не организуем. Кто-то даже, так сказать, в социальных сетях, кто-то написал, сам видел, а вот Ленин говорил. Ленин много чего говорил, в другое время говорил, ну ладно. В общем, короче говоря, вот так вот, то есть вот такая вот компания есть, и просто я вот хочу тоже вас поинформировать о том, что такая идея есть. И, ну, подумайте, дорогие друзья, да, может быть, кто-то захочет в этом принять участие, желательно что-то побольше. Ну, на этом, я думаю, в общем, наверное, я могу совершенно спокойно закругляться, и так слишком много времени отнялось, больше, чем планировалось. Вот, так что спасибо за внимание. Паранки вопроса. Мы как сделаем? Вопрос-ответ или вопросы купятся? Вопрос-ответ. Давайте вопрос-ответ. Какие основные были вопросы, вы сами там участвовали, какие основные вопросы были тех, кто отказывался, но ты говорила, что это не получится? Значит, разные. Одни говорили, ну, попался даже человек, который говорил, что вообще его всё устраивает, вообще никакие протесты не надо, вообще всё хорошо. Зачем он, собственно, пришёл, правда, на митинг, было абсолютно непонятно. Ну, ладно. Кто-то говорил, что нет, ну, это всё хорошо, но мы к этому, как бы, мы к этому не готовы, люди к этому не готовы. Ну, собственно, никто не говорит, что люди на сегодняшний момент, да, вот на сегодняшний день к этому готовы, да, но фокус как раз именно, идея как раз состоит именно в том, что надо начинать, да, как можно более широко эту идею транслировать, да, в народ, в шире, если мы хотим, чтобы люди были готовы. Потому что ситуация сейчас в значительной степени парадоксальна. Если мы посмотрим, да, то вопросом общественного мнения порядка 40%, если я не ошибаюсь, людей говорят, что они готовы протестовать в принципе, да. Да, но в какой форме, это непонятно, да, то есть многие люди вообще не знают, что это такое, они не знают, что это, что вообще такой метод существует, что он реальный, что он работает, да. То есть это воспринимается просто многими как абстракция, как что-то такое совершенно непонятное, либо как призыв немедленно бастовать. Что подходили, например, люди говорят, когда забастовка? То есть, опять-таки, да, скажите нам, когда? Да, то есть опять ждут какого-то приказа, сигнала, ну, вот опять та же проблема пассивности, активности, да, вот это все оно же. То есть, конечно, то есть, как говорится, никто, а никто не говорит, что будет легко. Как бы, да? Ну, да, да, это тоже, это тоже. Ну, понятно, что, грубо говоря, в любом случае, на самом деле, здесь как бы противники со всех сторон получаются, да, здесь и власть, здесь и определенная агитация, которая сейчас идет, и вообще общая пассивность, и, ну, как, некоторые вообще не верят, что вообще что-то, реально они не верят, что что-то можно сделать. То есть, ощущение такое, что многие ходят на эти митинги, что называется, либо для очистки совести, либо они верят, что все-таки партии, которые эти митинги собирают, что они все-таки в конечном счете что-то сделают, да, потому что они все-таки что-то добьются. Кто-то верит вот в эти референдумы, скажем. Нет, нет, нет. На отмену. То есть, отменить закон. Собственно, почему нет, да, рассказывать, что в этой забастовке могут быть любыми-то любыми. Ну, тут есть тоже свои сложности, скажем, я пытался проконсультироваться по этому поводу с юристами по трудовому праву. Интересно получилось. Первый ответ, который мне дали, выглядел так. Всеобщая забастовка в российском законодательстве не предусмотрена, потому что по трудовому кодексу забастовка определяется как форма, я не помню точное определение, смысл, да, как форма противоборства между работником и работодателем в случае, если трудовой конфликт вокруг условий труда или коллективного договора не был урегулирован нормальным образом. То есть, строго говоря, поскольку всеобщая забастовка – это требование ни к конкретному работодателю, ни к конкретному предпринимателю, да, будем говорить так, как власти, то вроде как в законодательстве это не предусмотрено. С другой стороны, все, что не запрещено, все разрешено. Где запрет на всеобщую забастовку в российском законодательстве, его нет. С третьей стороны, да, как вот мне сказал кто-то из юристов по трудовому праву, центр трудовых прав такой есть, значит, ситуация вот еще интересная, чем. Строго говоря, это в условиях коллективного договора между правительством и профсоюзом, ну не коллективного договора, постороннего вот этого договора, не помню, как он сейчас точно называется, но понимаете, о чем я говорю. Значит, вроде как оговорено, значит, отказ от ухудшения, что не будут ухудшаться условия, в общем, то есть, короче говоря, этот момент не предусмотрен, он не был оговорен, то есть, это самостоятельный акт правительства, который как бы нарушает условия договоренности с профсоюзами, а следовательно, профсоюзы, в общем-то, имеют право сослаться на это сам. То есть, это все, конечно, как вы понимаете, идет уже в юридические тонкости, идет юридическая игра, но я в ответ на это могу сказать следующее, значит, во-первых, никто пока этого не запрещен, пока что. Во-вторых, значит, если это действительно уже начнется и приобретет массовый характер, ну, я плагаю, что запрет уже ничего не изменит. Посмотрите, почему это важно в юридическом зрении, допустим, если я работник, и забастовка, она нелегальна, то в дальнейшем, если меня уволит мой работодатель за то, что я вышел в забастовку, я не могу обратиться в суд с требованием... Да, да. Значит, делается это следующим образом. Значит, в условиях, в условиях, которые выдвигаются в ходе всеобщей забастовки, это, кстати, было, я забыл об этом сказать, то есть обычно включается еще один пункт, компенсация работникам зарплаты за время забастовки, отказ от репрессий против участников забастовки и, соответственно, если была бы сделана попытка конфискации денежных средств, финансовых средств и забастовочных мест, возвращение конфискованных средств. То есть, иными словами, я что хочу сказать, да, все зависит, есть такое французское выражение, которое используется французскими синдикалистами, rapport de force, что, ну, примерно можно перевести на русский язык как соотношение сил. То есть, строго говоря, в условиях забастовки можно, в принципе, если она вот такая, всеобщая, массовая, можно выдвигать любые требования. Насколько эти требования можно осуществить, зависит уже от самой борьбы, да. То есть, были ситуации, при которых удавалось вообще осуществить все требования, были ситуации, при которых удавалось осуществить часть требований, да. Естественно, так сказать, начинаются переговоры, да, так или иначе, рано или поздно на каком-то этапе всеобщей забастовки начинаются переговоры с властью мужчины, значит, и, видимо, там, с союзами предпринимателей, как это называется, да. Так сказать, и вот тут уже начинается торг, да. Но здесь очень важно проконтролировать, бывает, чтобы те, кто от имени бастующих, от имени рабочих вели переговоры, чтобы они держались. Потому что тут будут самые фантастические вещи, это опять-таки из истории было много раз, из истории видно, что было много раз. Здесь будет подкуп, здесь будут попытки, значит, как-то взывать там к разного рода, там, так сказать, чему хотите, патриотическим чувством, заботой об экономике, значит, заботе о государственном благосостоянии, внешней угрозе, внутренней угрозе, чему хотите. То есть здесь пойдет обработка, и вот здесь очень важно, чтобы вот именно, так сказать, рядовые участники, да, вот площади вот эти, чтобы они реально контролировали ход переговоров, чтобы они не передоверяли полностью ход переговоров вот этим вот самым, так сказать, своим делегатам, которых они туда отправили, и те за закрытыми дверями под коньячок, значит, с контрагентом обсуждают все вещи. Что это вот очень важно, потому что так предавали много раз. Вот это тоже очень важный момент. То есть, ну, а вообще говоря, знаете, что, скажу по поводу всеобщей с конструкцией, здесь действия, действия, старая фраза Чингисхана, боишься, не делай, делаешь, не бойся. Здесь вот такой принцип. Ну, вот с такой формулировкой мало того получится. Опять-таки, это важное легальное право. То есть, если я, ну, допустим, у нас выйдет 30%, допустим, работников завода, или... Ну, допустим, да? То есть, они же должны понимать, что если они провалятся, то им будет очень плохо. То есть, это означает, что надо бороться массово и до конца. Ну, кстати говоря, были, опять-таки, но это даже не обязательно в условиях всеобщей забастовки, даже в условиях обычных. Были ситуации, что бастовала действительно меньшая часть трудового коллектива, наиболее активная, а большинство вроде как не очень хотела. То есть, обычно ситуация, часто ситуация была такая, да, значит, есть некоторое меньшинство активное, которое хочет бастовать активно. Есть некое большинство тоже, которое активно не хочет бастовать по каким-то своим причинам. И есть вот это вот большинство, строго говоря, да, которое нерывно мясо, которое колеблется. И вот здесь очень важно, тоже здесь соответствующие наработанные к Международному рабочему движению стратегии, как вот этому вот активному большинству попытаться вот это вот большинство, по крайней мере, как-то, если не полностью привлечь активную сторону забастовки, то хотя бы, чтобы они не играли вот этот вот штрихбрехевский уголь. Здесь тоже, так сказать, есть определенные наработки, здесь есть определенные продуманные стратегии, вот, но это уже, вот, на критике, когда я читал историю, это уже конкретно. То есть, конечно, дело рисковое, но я к чему веду, потому что чем лучше это подготовлено, да, чем больше людей в этом готовы участвовать, тем больше шансов на успех. Вот это вот, так сказать, вот такое вот из разряда тех явлений, которые тем успешнее, чем они крупнее массы. То есть, начиная с определенного момента, массовость приобретает свою логику. Вот это вот такой очень интересный момент, и далеко не со всеми социально-протестами так бывает, но со всей общей забастовкой именно так. Ну, что вы совершенно правильно сказали, вещь действительно рискованная. Ну, любая забастовка вещь рискованная, понимаете? Строго говоря, это должно быть, фигурировать в качестве условий, в качестве условий для удачной, успешной стоимости. Трудовой кодекс регулирует, что такой прогулок из-за прогулок могут уволиться. Прогулом является полное отсутствие на рабочем месте в течение полного дня. Если не будешь отсутствовать в течение полного дня, то это уже не прогулок. То есть, ну, тут надо искать... Да-да-да, варианты частично. Конечно, конечно, конечно. Ну, и кроме того, существует ведь разная форма забастовок. Давайте еще об этом с откровением. Существует ведь действительно полная забастовка. Существует такая система, как это называется, господи, эшелонированная забастовка. То есть, когда постепенно вступают в борьбу разные категории одна за другой. Либо по нарастающей, либо чередуясь. Чередуясь – это уже так называемая всхлипывающая строчка. То есть, то в одном месте, то в другом месте, то одна категория, то другая. То есть, ситуация какая? Да, работа предприятия, она зависит как бы от работы разных... Работников разных профессий, которые работают на этом предприятии. Вот, представьте, что часть времени бастуют они, там действительно пополняют. Не бастуют, не работают. Часть другие. Вроде как, всеобщая забастовка, вроде как забастовки как таковой не происходит даже, да? А тут, где стоит, он не может работать. То есть, существует масса вот таких вот наработанных средств. Но я уже даже молчу, это уже немножко другая история. Существует такая вещь, как забастовка на обороне. То есть, это, например, опробовано на транспорте. То есть, когда, например, водители транспорта, скажем, муниципального транспорта или железнодорожного начинают бесплатно возить пассажиров. То есть, люди, наоборот, люди обычно, вот население, они обычно поддерживают такие вещи вообще полностью на уровне. То есть, это полная симпатия населения, потому что, наоборот, они-то с этого даже какой-то получают даже, наоборот, выгоду определенную, да, материальную. Вот, то есть, это, например, опробовано. Я вот помню, доводилось читать про вот такую вот забастовку транспортника в Лиссаболе, например. Не помню, в каком году, но что-то такое тоже было. То есть, это тоже активно используется. Или, например, вот, допустим, два года назад, во время вот как раз, когда во Франции пытались устраивать забастовки энергетиков, значит, против трудовой реформы, значит, там вот что делали? Там, значит, энергетики, ну, во-первых, они отключали, периодически отключали свет чиновникам, властям, местным административным государственным службам. Они, естественно, отключали, они отключали, значит, союзу предпринимателей, периодический свет. Но самое главное, что они делали, там существуют тарифы энергетические по снабжению в зависимости от времени суток. То есть, когда-то они более льготные, когда-то они менее льготные. Вот они брали с населения, они поставляли по льготному тарифу, без того, чтобы брать полный. То есть, там существует масса, в каждой, грубо говоря, в каждой профессии существует масса вот таких вот мелких вещей, которые знают именно те, кто в этой профессии работают. Это бесполезно людям со стороны, им что-то по этому поводу советуют, что лучше их никто не знает, как это нужно сделать. Но вот такие методы тоже существуют. То есть, естественно, ориентация должна быть по возможности на то, чтобы, что называется, простой потребитель страдал как можно меньше. Это должно быть направлено не столько против простых людей, сколько против верха. Еще один вопрос, что у меня, когда только я подошел, что есть же противодательства, прописанных, сколько в месяц, возможно, ошибаюсь, что есть определенные категории, в которых запрещено поставить в целом. И когда ты говорил про железнодорожные... Да, вот и поставать нельзя. Значит, соответственно, там... Да, но существуют другие вещи. Кстати говоря, они отчасти опробованы. Скажем, смотрите, нельзя поставать медикам. Но, скажем, есть такой медицинский профсоюз, профсоюз действия, который, скажем, опробовал в ряде случаев такую вещь, как итальянская запасовка. То есть работа строго по правилам. Значит, что это значит? Для того, чтобы в каждой профессии, в каждой опыте существует большое количество старых норм, предписаний, то есть которые, если выполнять дословно, дословно абсолютно, то фактически работа будет замедлена раз в 10. Ну, хорошо, не в 10, ну, хорошо, в 2, ну, в 3. Но вот эта вот работа строго по правилам называется итальянская запасовка. Практически они это дело используют, потому что официально пастовать там было нельзя, вот они, так сказать, замедляли таким образом работу максимально. И это, естественно, по начальству все равно удар, потому что работа идет плохо, с начальства спрашивают. То есть вот таких вот гибких форм их есть тоже, опять-таки, достаточно много. То есть, естественно, там, где это запрещено, естественно, официально не объявляется запасовка вообще. Она не идет к нам запасовке, она идет как что-то другое. Массовый выход, массовые больничные листы, массовое заболевание, эпидемия, не знаю, там, итальянская запасовка, замедление работы, работа строго по правилам. Опять-таки масса вот таких способов. Вот, поэтому вот такой тоже момент есть. Я вот хочу, любописказать, что из того разговора, который я услышал, я понял, что идет упор на количество, а не на качество. То есть определенные теми стараются распылить на большое количество народа. Но пока что качество богатого. У нас очень большая страна, мы как бы ее не сможем обходить в суд. И, по моему мнению, стоит действовать наоборот. Надо играть от качества к количеству. То есть берется определенный один регион, одна сфера, один завод неважно. Мы на нем сосредотачиваем свои все усилия и делаем там то, что мы хотим. И на примере вот этого завода уже активизируются соседние заводы, соседние регионы, соседние профессии, потому что они видят, что что-то происходит. Происходят какие-то конкретные действия. Суть в том, что людям нужны примеры. Примеры действия. Они не действуют, потому что они не видят примеров. Им нужно это показать. И не выгоднее ли на одном каком-то вот участке сосредоточивающей все усилия, чтобы он показал пример другим участкам, которые есть вокруг него? Дело хорошее, но, к сожалению, сделать это достаточно сложно. Мне кажется, это как бы более выгодным. Смотри, значит, сейчас, тут вот какая штука. Значит, в принципе, наверное, да, такая экспериментальная работа, да, примерная, вообще не экспериментальная, модельная, да, работа, то есть создание определенной модели, которая могла бы послужить примером, могла бы послужить примером. Идеи, на самом деле, хорошая очередь, да, она привлекательная. Вообще говоря, так, конечно, делается. Но тут есть одно «но». Проблема заключается в том, что люди на конкретных рабочих местах, конкретных каких-то предприятиях, учреждениях, неважно, значит, офисах, не имеет значения, какого рода это, какого рода это, это, так сказать, трудовой объект, да, рабочая объекта. Обычно очень плохо реагируют на агитацию извне. То есть, что, например, было, да, всякий раз, когда мы раздавали, например, листовки какого-то завода. Ситуация прошедшим одна. Значит, раздаешь листовки, люди кивают, люди соглашаются, но они очень часто это воспринимают именно как агитацию. То есть, вот приходят какие-то политики, то есть, мы для них, люди, которые агитируют извне, для работников это политики. То есть, это те, кто приходит задвинуть какую-то идею. Естественно, первый вопрос, а зачем вам это надо? А что вы с этого будете иметь? Начинает долго объяснять, что ничего. Так, вы политическая партия, вы хотите, чтобы за вас проголосовали? Нет, мы не хотим, чтобы за нас проголосовали, да? Мы хотим, чтобы вы были активны, чтобы вы были сами. Очень часто люди не воспринимают. То есть, вот такое вот подозрение, вот такое вот отторжение, агитация извне. Это было, это, к сожалению, никуда не денутся. У нас была некая надежда, что это пройдет в 90-х годах, но, к сожалению, это никуда не денутся. Я думаю. Я думаю, вопрос следующий, правда. Есть у вас какие-то инструменты, борьбы с лжепрофсоюзом? Уже профсоюз, есть сейчас профсоюз, не то, что профсоюз. Ну хорошо. Или же обвиняйтесь по борьбе с лженаукой. Да, комиссия по борьбе с лжепрофсоюзом. Да, да, она не существует. Смотрите, скажу, скажу, скажу. Вся беда в том, ну, собственно, анаркосудикализм, он вообще, да, обзорит. Ну да. Вот, но вот такое немножко идеологизировано об этом. На самом деле, сейчас реально для России, конечно, был бы прогресс даже не обязательно, потому что синдикалистские, то есть даже просто нормальные, радикальные, синдикалистские профсоюзы. Вся беда в том, что, к сожалению, КТР таким профсоюзом не является, потому что они допускают социальную партнеру. Ну, я не говорю все члены КТР, я не говорю все активисты КТР, вы понимаете, что я говорю? Там есть люди по радикальному, естественно. Но скажем, что касается руководства КТР, они четко ориентированы на социальное партнерство. Они ведут трехсторонние переговоры, трехсторонние комиссии. То есть они, там, по-моему, их председатель, как называется эта комиссия? Чего-то там при президенте, чего-то там, общественное, чего-то там. Короче говоря, я не уверен, что они рискнут на конфликт. Вот, поэтому... На самом деле, у нас была все время идея, когда-то, в конце 90-х годов, даже попытка создать... Это еще было до КТР, кстати. То есть, ну как, КТР еще не была КТР. Это еще была только одна из групп, которые потом вошли в КТР, там были еще другие, которые потом все вместе объединились, образовали КТР. Но тогда, как раз на волне лесногорской забастовки, на волне забастовок московских представителей, на волне движения протестов в Равнороссии и Маше, когда же возникли независимый профсоюз в Ярославле. Нет, тут Аевы, что ли? Нет, все-таки Ярославль. Не важно, ладно. То есть, короче говоря, как раз вот после вот этих шахтерских протестов, да, 98-го года, была идея способствовать созданию чему-то вроде нового рабочего движения. То есть, на новой основе что-то вроде такого вот союза федерации стачечных комитетов, инициативных групп, которые должны были бы ориентироваться именно на классовую борьбу, а не на классовое партнерство. Но, собственно, вроде как даже в какой-то момент казалось, что это дело пойдет, но, к сожалению, инициативные группы в разных городах, они бы, по сути дела, просто разбиты. То есть, где-то закрыли предприятия и просто-напросто всех уволили, где-то просто резко сотратили работников, где-то люди просто выпали в осадок. То есть, к сожалению, это не получилось. А идея была, так сказать, сначала издавать такой бюллетень, который так и назывался, вышло даже где-то на номеров 10, который так и назывался «Новое рабочее движение». Его делали вместе люди, значит, из Москвы, московские анатолий-синдикалисты и люди из бывшего стачкома Россельмаша, который уже, так сказать, тому времени, по сути дела, уже не был в полном смысле стачкомом, это скорее были, так сказать, бывшие. Ну, то есть, он был стачком в начале 90-х, потом, когда Россельмаш практически пошел под нож, там осталось всего несколько тысяч работников, десятков тысяч, которые были, да, то есть, это уже, конечно, практически был не столько стачком, сколько инициативная группа. Вот вместе с ними была сделана тоже такая попытка издания бюллетеня, которое, как предполагалось, ну, еще тогда интернет был не всеобщим, которая, как предполагалось, значит, должна соединить эти инициативные группы, их как-то, так сказать, служить таким форумом, таким трибуном для всех, в том числе для дискуссий, для обсуждений, для распространения информации и так далее, и так далее. Но вот, к сожалению, в начале 2000-х этот проект не запринался, да, вот, а потом возникла КТР, и сейчас проблема, на мой взгляд, заключается вот в чем. Значит, на самом деле, периодически среди рядовых работников разных мест возникает вот такая идея создания каких-то независимых новых независимых медикальных профсоюзов. Но вся беда в том, что зарегистрировать отдельный независимый профсоюз, который никуда не входит, и он очень сложно, это обычно бывает. Поэтому чаще всего вот такие инициативные группы, когда они такие профсоюзы создают, они обычно ищут крышу, уже не имеющуюся, под которую они могут вступить, да, и получить таким образом легальное прикрытие, контакты, денежные средства, помощь в случае необходимости и так далее. И выбор у них, в общем-то, невеликий. Либо идти в ФМПР, либо идти в КТР. ФМПР – это чаще всего совсем печально, хотя действительно в том же ФМПР в регионах есть, между прочим, или просто радикальные активисты. Были даже случаи, когда местные группы ФМПР проводили даже забастовки, несмотря на судебные запреты. То есть даже такие ищи были. Но все-таки, в общем и целом, ФМПР – это, конечно, прогласная структура, которая поворачивается не будет. Вот сейчас вот в ходе протестов и антипенсионной реформы, это вообще было очень интересно, центральное руководство ФМПР вообще сказало, что они ни в каких компаниях не участвуют, но предоставило право местным организациям и региональным организациям ФМПР участвовать в мизинных акциях протеста на месте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.